Та вещь, которая моментально сделает ваш образ более стильным, это головной убор. Люди не умеют носить головные уборы. Шляпы, кепки, береты, косынки, шапки, шапки-ушанки, капоры, балаклавы. Сколько всего есть-то на свете, а мы почему-то всегда идем с голой головой. Ладно, хорошо, зима нас обязывает, но есть еще уже три сезона, во время которых мы обычно почему-то забываем про то, что сюда можно тоже надеть что-то стильное. Поэтому разберитесь с головными уборами, научитесь их носить. Поймите, какая шапка вам идет, какая форма шляпы вам идет, идут ли вам кепки. Спойлер, они идут всем, просто нужно покупать правильные. Помните, была такая реклама? Просто добавь воды. Так вот, просто добавь головной убор. Все. На дворе с weather weather можно носить шляпы и свитеры. Скажите, вы когда-нибудь пробовали такой образ? А если нет, то почему? Вы когда-нибудь носили шляпы? Если нет, я хочу знать, почему не пробовали. Это просто офигически стильно, особенно осенью. Если же вам головного убора мало, и вы хотите что-нибудь еще добавить, рекомендую добавить солнечные очки. Вот напишите прямо сейчас в комментариях. Вы носите очки? А если не носите, то почему? Что вам мешает? Потеряли? Не можете выбрать? Короче, напишите мне, пожалуйста. Мне очень это интересно. Потому что я сама много лет не носила очки. Я всегда думала, я их куплю, куплю, куплю. Лето кончалось, и я снова без очков. И с морщинами под глазами. Да, так что какие ваши причины? Честно говоря, солнечные очки – это такой аксессуар, который сделает стильной даже пижаму. True story. Иногда я вожу детей в садик в пижаме. Я просто надеваю плащ, надеваю очки, надеваю кепку, и все. Все думают, о, она уже собралась. Она уже идет на работу. Она идет в офис. А я еще даже не накрашенная, не чесанная и голову не мыла. Зато дети пришли в садик и в школу вовремя, а я поспала на час дольше. Я вообще не призываю ходить по улице в пижаме. Это чисто между нами. Мне кажется, даже мой муж об этом не знает. Я быстренько, как инспектор гаджет, и пошла. Но мне кажется, что это гениальный лайфхак для мам, у которых очень много детей, как у меня. Поэтому я пользуюсь этим козырем, этой картой. Извините, пожалуйста, у меня много детей, поэтому я хожу по улице в пижаме. Но об этом никто не знает, кроме вас теперь. Солнечные очки, девчонки. Пожалуйста, купите себе какие-нибудь актуальные, современные, идущие вам крутые очки. Не обязательно дорогие. Я почти все свои очки покупаю в бренде Other Stories. Обожаю их очки. И они служат долго. Вот эти, которые я вам показала, знаете, сколько им лет? Им 4 года. И мои дети их каждое лето куда-то кидают. Я на них сажусь, и ничего с ними не случается. Да, у меня есть и другие более, скажем так, пары, о которых я беспокоюсь и не кидаю их везде. Но, честно говоря, совершенно не обязательно покупать что-то брендовое. Это должны быть просто очки, подходящие в вашей костной структуре, формы. И все, дело в шляпе. Цена не играет роли. Еще один супермодный аксессуар, который используют инфлюенсеры на скандинавских неделях моды уже второй год. Это дети. Да, обвешиваешься детьми, и ты в тренде моментально. Детей нет? Возьми собаку. Нет собаки? Возьми мужа. Никого нет? Ладно, придумай еще что-нибудь интересненькое. Вот я бы взяла детей, пошла бы с тремя драконами. Я думаю, мы бы фурор произвели. Как вы думаете? Но, вы знаете, я была близка к тому, чтобы у меня этих драконов было, ну, как минимум на один-два меньше. Потому что, когда я была просто в дичайшей депрессии, связанной с тем, что материнство оказалось не тем, что я себе представляла, мы с мужем чуть не развелись. Раз пять, наверное. И сто процентов это бы произошло, если бы я в свое время не пошла к психологу. И он тоже решал свои проблемы отдельно. И именно об этом я бы хотела вам сейчас напомнить, что психолог — это потрясающая помогающая профессия. И если вы хотите менять жизни людей, то почему бы не задуматься об этом пути? Это сейчас одна из самых востребованных профессий. И примерно с апреля 22-го года спрос на психологов вырос где-то на 60%. Если вы хотите обладать навыками коммуникации, снизить тревогу, стресс и научиться помогать в этом другим, то я вам рекомендую посетить двухдневный бесплатный практический тренинг психолога Алисы Бураковой. Алиса — дипломированный психиатр, психотерапевт и аккредитованный коуч ICF. Автор научных и научно-популярных статей в СМИ. Работала в должности заведующей в психиатрической клинике. За плечами Алисы 10 лет практики и более 2000 клиентов. Алиса не только обучает психологии, но и трудоустраивает своих учеников. После двухдневного бесплатного тренинга вы познакомитесь с профессией психолога, а также вы узнаете, как применять принципы психологии в бизнесе, в личной жизни и в построении здоровых отношений. Во время этого бесплатного двухдневного тренинга вы узнаете, какие конкретные шаги нужно предпринять на пути к профессии психолога-консультанта, чтобы начать свою практику и выйти на стабильный доход. А также, самое главное, вы поймете, подходит ли вам эта сфера и обучение, подходит ли Алиса вам как педагог и получите сертификат. А также участники тренинга получают уникальную возможность личного разбора от Алисы. Регистрируйтесь на бесплатный двухдневный тренинг по ссылке под этим видео, чтобы узнать больше о психологии и получить востребованную помогающую профессию психолога-консультанта. Возможно, вы сейчас думаете, ой, у меня не получится, я боюсь. Не бойтесь, всех учеников ждет бесплатный чек-лист топ-5 страхов и ошибок начинающего психолога-консультанта. Следующая вещь, которая просто взвинтит стиль ваших образов, это ремень. Почему вы носите брюки и джинсы без ремня? У вас какие-то, может быть, воспоминания с этим связаны плохие? Где ремень? Всем ремня! На самом деле, ладно, возможно, ни у кого нет никаких ассоциаций, просто вы не думаете об этом. Вы надеваете джинсы и пошли. Добавьте ремень, девчонки. Вот просто доверьтесь мне, добавьте ремень. И обязательно проследите за тем, чтобы он не был слишком коротким. Вот смотрите, на мне сейчас короткий ремень, но я его ношу так, чтобы этого не было заметно. Возможно, вы спросите, Юля, как же ты ходишь писать? Меня никто не торопит. Я могу спокойно вытащить этот ремень и засунуть его назад. И так он выглядит намного круче, я считаю, чем вот этот маленький вот этот хлястик, засунутый спереди. Нет, мне такой не нравится. Я люблю, чтобы ремень был длинный, крутой, чтобы можно было там даже в узел его завязать. Ах, вот это кайф. Если вы не умеете сочетать цвета, попробуйте монохромные образы. Монохромный образ, то есть образ, который выполнен в одном цвете, это всегда просто муа. Вот вы когда-нибудь видели не стильный монохромный образ? Я нет. Ладно, может быть, есть, конечно, какие-то экземпляры, но, по-моему, это суперлегкий прием. Если вы не хотите думать, с чем сочетать, если вы не умеете сочетать цвета, то покупайте вещи с этами. Например, покупайте брюки, а к ним есть жилетка. Возьмите жилетку тоже. Да, покупка выйдет подороже, но те нервные клетки и клетки мозга, которые вы сэкономите на продумывание образов, будут того стоить. Если вы видите какие-нибудь джоггеры, возьмите их вместе со свитшотом. Если вы видите красивую юбку, к которой прилагается жакет, возьмите жакет тоже. Это вы сможете носить как вместе, так и раздельно. Брючный костюм, берите и то, и другое. Вот одну, если вы какую-то вещь вынесете из этого видео, так это то, что монохромные образы, это круто, это стильно. Попробуйте их носить, если вы никогда этого не делали. Честно говоря, для меня было открытием, насколько стильно смотрятся просто верх и низ одного цвета. Я всегда думала, ой, нет, ну вот нужно же там показать, что ты умеешь сочетать цвета, нужно там выпендриться, соединить то, другое, пятое, десятое. Да, можно, но не нужно. А знаете, что меня мотивирует на создание новых видео? Ваши лайки. Да, можете прямо сейчас один такой оставить. Когда я вижу, что их много, мне хочется создавать, создавать и создавать. Классный контент для вас. Надеюсь, что вы отдадите мне этот классный, быстрый и бесплатный эквивалент слова. Спасибо. Чтобы выглядеть неимоверно стильно, роскошно, чтобы ваш образ хотелось разглядывать, нужно надеть что-то старое. Hear me out. Когда все вещи в образе с иголочки. Да, это определенный путь, по которому многие выбирают идти, но это не мой путь. Мой путь это чтобы в образе обязательно было что-то винтажное. Ну вот, кстати говоря, ремень. У меня он видал виды, но я считаю, что добавляет ему определенного шарма. Кстати, я видела очень классный пример на архитектуре. Если посмотреть на новое здание и на старинное здание. Согласитесь, что в старинном здании есть атмосфера, есть характер. А в новом здании как будто нет души. Да, оно может быть супер стильное и хай-тек внутри. Но у меня глаз тянется к старому зданию. И с одеждой то же самое. Внесите какой-то элемент винтажа в ваши образы. Пусть это будет немного потертая кожаная куртка. Пусть это будет какой-то аксессуар. Пусть это будет какая-нибудь интересная блузка. Кстати, когда я подходила к стильным девушкам в Нью-Йорке. У меня есть про это видео. И спрашивала, что на них надето. Подавляющее большинство говорили, что на них какие-то винтажные украшения. От бабушки досталось, перешло по наследству. А это наше семейное. Поэтому я всегда за то, чтобы инвестировать в аксессуары. Чтобы можно было их дочкам, у кого они есть, и внучкам передать. А если у вас нет фамильных аксессуаров, то винтаж вам в помощь. Кстати, если вы не знали, у меня есть много видео про винтаж. Про секонд-хенд шоппинг в Стокгольме. Я очень это дело люблю. Обязательно смотрите. А еще подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я там довольно часто гуляю по шведским, по стугольмским секондам, по винтажкам, по бложкам. И показываю разные прикольные сокровища. Потому что в Швеции считается престижно, статусно, просто офигенно. Когда у тебя такой глаз-алмаз, что ты можешь найти что-то на блошином рынке за три копейки. Каждый швед об этом объявит. Никто не будет это скрывать. Ну вот посмотрите. Это вообще что? Это вообще как? Это моя любимая винтажная куртка, про которую всегда все спрашивают. Я ее купила за 350 крон, если я не ошибаюсь. Это 350... 35 евро. И, честно говоря, я считаю, что это одна из моих лучших покупок вообще в истории моего гардероба. Новая куртка никогда бы не смотрелась так офигически во всех образах, с которыми я ее ношу. Один раз я даже шла на концерт. Чей это был концерт? Бейонс. И рядом со мной шли американские туристы, которые тоже приехали на концерт. И одна девушка меня догнала и сказала, боже, это какой-то, наверное, шведский бренд. Что это за куртка? Я тоже ее хочу. Я говорю, да, возможно, это шведский бренд, но ему уже 20-30 лет точно. Так что не найдете такую же. Если увидите что-то подобное в магазинах, потому что я видела, кстати, на других такие модели, на других стильных девушках, то берите. Ну что, девчонки, как вам видео? Что вы будете использовать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И еще очень сильно жду вас на своем телеграм-канале. Я там пишу про моду, про стиль, даю прикольные подборки. А также там мы с вами иногда можем пообщаться в режиме подкаста. Ссылка на ваших экранах. Сканируйте QR-код, переходите туда и увидимся. А на следующей неделе, конечно же, встретимся здесь. Но мы встретимся только если вы подпишетесь. Если не подпишетесь, то, к сожалению, не встретимся. Вот так вот. Это так работает. Ага. До скорых встреч. Надеюсь. Всем пока. Мы обычно почему-то забываем про то, что сюда можно тоже. Идут ли вам кепки? Спойлер, они идут всем, просто нужно покупать правильнее. Иногда я вожу детей в садик в пижаме. Где ремень? Всем ремня!